МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех! 21.00 в столице Украины. Начинаем итоговый выпуск новостей сегодняшнего дня. И в программе «Наше время» сегодня расскажем подробно о таких событиях. Россия заплатит по счетам. ПАССЕ приняла резолюцию об использовании российских активов для восстановления Украины. Итоги второго дня сессии Ассамблеи Европы. Обстрелы запорожской АЭС повышают риски для физической и ядерной безопасности. В МАГАТЭ предупредили, а в совбезе ООН возложили полную ответственность за это на Россию. Возвращение АЗС под полный контроль украинской власти является единственным решением, которое положит конец нынешним серьезным угрозам ядерной безопасности. Новые учения на границе с Россией. В Финляндии готовятся провести маневры «Северный лес-24». В тренировках примут участие около 20 тысяч военных. Тушил возгорание после российских атак, спасал жизни военных и гражданских. Как пожарный и волонтер из Германии посвятил два года жизни, помогая Украине. Во время одной из таких спасательных операций я очень сильно надышался дымом, и у меня было отравление углекислым газом. Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о поддержке восстановления Украины за счет активов Российской Федерации. Все подробности расскажет наш корреспондент из Страсбурга Олег Борисов. Олег, приветствую, тебе слово. Ксения, приветствую. Да, все правильно, резолюция принята, 134 голоса отданы за данную резолюцию. Держу ее сейчас в руках, это финальная версия этой резолюции. Полностью, дословно переводится как поддержка в реконструкции Украине. И в тексте этой резолюции, во всех пунктах указано четко, как нужно работать и как нужно передавать деньги, замороженные активы Российской Федерации, Украине. И что немаловажно, передавать их на восстановление Украины, а именно детских садиков, школ, жилых домов, которые разбомбила своими ракетами Российская Федерация. Глава украинской делегации Мария Мезенцева очень четко разложила подробности принятия этой резолюции, потому что, как показывает практика, то, что было два года назад и то, что происходит сегодня, это абсолютно разные позиции Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Еще тогдашний президент в ПАСЕ Тинни Кокс, он поначалу пытался находить дипломатическое решение агрессивной войны Российской Федерации против Украины. Сейчас же, уже нынешний президент Эудорус Русополус, он совершенно иную имеет позицию. Мария Мезенцева рассказала нам, как удалось украинской делегации так поменять мнение ПАСЕ и принимать подобные резолюции. Услышим. Сегодня это поддержка 134 голосов за саму резолюцию и за рекомендации 137. Это важно, что сегодня не нужно, знаете, доказывать, как страдают жители Харьковщины, моей родной, например, или Донбасса, или Одессины, или Николаева, любого городка, который находится сегодня под ежедневными обстрелами на Черниговщине и в любом другом регионе. Сегодня, когда мы говорим о важной и быстрой передаче замороженных активов, они оцениваются в резолюции по цифрам 2023 года, это полтриллиона. Но на самом деле мы все знаем, что эта цифра уже превысила 1 триллион долларов. Что сказали коллеги? Они все призывают без исключения, начиная от президента Парея, грека, господина Русопулуса, до всех других стран, которые могли считаться какими-то нейтральными, передать Украине важное оружие. И что еще важно добавить, что данная резолюция, она уже является исторической, я это говорю без преувеличения. Перед тем, как голосовать за эту резолюцию, сегодня по приглашению президента парламентской ассамблеи Совета Европы приехал сюда, в Страсбург, и глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, он также имел слово, его встретили аплодисментами после его речи, также аплодисменты его провели вместе, принимал участие также в дебатах перед голосованием за резолюцию, и в итоге она проголосована. Нам удалось вообщаться с Русланом Стефанчуком в эксклюзивном комментарии нам, телеканалу «Фридом», он рассказал о своих ожиданиях, и самое главное, что даст эта резолюция, даже с учетом того, что она несет рекомендационный характер. Услышано. Я очень надеюсь, что это решение, которое сегодня будет принято тут, парламентской ассамблеей Совета Европы, станет той отчетной карточкой для уже реального создания замораживания российских активов, передачи их для Украины в той или иной форме, которая будет наработана, а также создания полноценного компенсационного механизма. Потому что мы все понимаем, что за эту войну должен заплатить Путин и российский народ. А мы, как парламентарии, должны найти юридический путь, как обеспечить эту уплату за то, что он сделал в Украине. И еще важный момент. Это поддержка Украины международными партнерами, союзниками. Также удалось эксклюзивно пообщаться с Роджером Гейлом. Это вице-президент парламента Великобритании. Он большой друг Украины. Очень много раз выступая на всех международных площадках, поддерживал Украину и продолжает это делать и сегодня в том числе. И знаете, на чем тоже стоит акцентировать внимание? Ведь эти институции в Европейском Союзе в целом дипломатические. Они всегда настроены на то, чтобы дипломатически решать те или иные вопросы и находить ответы на те или иные вопросы. Но сейчас риторика поменялась. Поменялась как раз, как бы цинично ни звучало, но с выгодой для Украины. И вот Роберт Джергейл нам в интервью рассказал о том, что самое главное, и для того, чтобы победить сейчас российскую агрессию и вернуть все украинские территории, нужно поддерживать Украину. Не только словами, а и поддержкой финансовой и, что немаловажно, военной. Услышим прямую речь. Я предполагаю, что в будущем замороженные активы придется использовать для восстановления Украины. Прежде всего, необходимо выиграть войну. Мы, демократические страны, должны соблюдать международное право. И я верю, что мы это сделаем. Россия нарушила все законы, поэтому я не вижу абсолютно никаких причин, по которым деньги, украденные олигархами, деньги, украденные Путиным, не должны быть использованы для восстановления Украины. Прежде всего, мы должны выиграть войну. Существуют юридические сложности. Мы должны быть абсолютно уверены, что, стремясь достичь того, чего хотим, мы не нарушаем законов, которые просим соблюдать других людей. Поэтому все должно быть сделано законно. И я думаю, что это должно быть сделано, и верю, что так и будет. Ну что ж, работа в Парламентской Ассамблее Совета Европы продолжается. Сегодня только вторник, среда, четверг, важные дни, также пятница, план уже на следующие работы. Пока что четких аджент еще нету, потому что нарабатываются прямо сейчас, прямо в эти минуты. По словам, по кулуарным разговорам с украинской делегацией в Парламентской Ассамблее Совета Европы сейчас речь идет, и акцентируется, внимание, на усилении санкций, на наказании тех, кто помогает Российской Федерации обходить санкции. И работа ведется для того, чтобы накладывать санкции и на олигархов, и на бизнес в Российской Федерации, который помогает либо обходить санкции, либо помогает финансировать агрессивную войну Российской Федерации против Украины. Уже прямо сегодня приступаем к изучению новых текстов, новых резолюций. В эфире телеканала Freedom обязательно вам обо всем этом расскажем. Все подробности будут от нас, отсюда, со Страсбурга, из Франции. Ксения, вам в Киев передаю слово. Спасибо, Олег. Напомню, в Страсбурге работает наш корреспондент телеканала Freedom Олег Борисов. Говорили сегодня о принятии ПАСА-резолюции о поддержке восстановления Украины за счет активов Российской Федерации. Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина НАТО по защите неба, поставке ПВО и ракета. Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. Далее прямо речь. Работаем каждый день без перерыва ради больших наших возможностей в мире, в наших отношениях с партнерами. Работаем ради того, чтобы получить больше реальной помощи, ради того, чтобы достичь настоящего равенства в защите от террора, когда и для нас здесь, в Украине, в Европе и в других частях мира будут действовать одинаковые, действительно равные правила. Когда мы сталкиваемся с одинаковыми проявлениями террора, одинаковыми ударами ракеты-дронов, за эти два дня мы уже чего только не слышали о разных конфликтах здесь, в Европе и на Ближнем Востоке, о разных уровнях угроз, разных воздушных пространствах, хотя одинаковые шахеды и баллистика, о разных угрозах эскалации. Но разве жизни человеческие разные? Разве разное достоинство у людей? Нет. Одинаково каждую жизнь мы ценим. Должны ценить. Должны защищать на одном уровне от террора. Украина запросит созыв заседания Совета Украина-НАТО по защите неба, поставкам ПВО, соответствующих систем и ракет. Активно работаем сейчас и чтобы сделать результативным первый глобальный саммит мира в июне. Мы благодарим всех лидеров и государства, которые за эту неделю выразили свою готовность принять участие в саммите в Швейцарии. Правительство Нидерландов в весеннем пересмотре бюджета подтвердило намерение увеличить военную и гуманитарную помощь Украине на ближайшие годы. Согласно сообщению на сайте ведомства, в течение 2024-2026 годов Нидерланды выделят дополнительные деньги на потребности Украины. 4 миллиарда евро приходится на военную поддержку и распределены на три последующих года. Остальные 400 миллионов евро в виде двух траншей на невоенную поддержку. Правительственный отчет также указывает, что с начала войны Нидерланды предоставили Украине помощь на сумму около 10 миллиардов евро. Российские захватчики устраивают провокационные обстрелы объектов Запорожской АЭС, чтобы обвинить в них Украину и таким образом снять с повестки дня вопрос необходимости для оккупации ядерного объекта. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислицев. Он также добавил, что в последствии преступных действий России на ЗАЭС был нарушен каждой из семи неотъемлемых столпов МАГАТЭ по ядерной и физической ядерной безопасности, а также большинство из пяти принципов, способствующих обеспечению ядерной безопасности на станции. В связи со сложившейся ситуацией Украина подтверждает, что единственным выходом из нынешней очень шаткой ситуации является полная демилитаризация и деоккупация ЗАЭС и прилегающих территорий. Это является ключевой предпосылкой для восстановления не только ядерной безопасности, но и уважения к международному праву. Возвращение станции под полный контроль Украины является единственной гарантией ядерной и радиационной безопасности. Мы категорически отвергаем безумные обвинения в том, что Украина может стать причиной ядерной катастрофы. Кто-то верит, что страна, которая до сих пор оправляется от крупнейшей ядерной катастрофы, хотела бы повторение Чернобыля 1986 года? Это идея, которая могла прийти в голову только кремлевским пропагандистам. Ведь только они открыто мечтают о том, чтобы радиоактивная пыль заменила украинские города. В свою очередь, представители ЕС, США и Украины на заседании Совбеза ООН возложили ответственность за инциденты на Запорожской атомной электростанции на Россию, которая оккупировала ядерный объект. Также на заседании Совбеза ООН постпред ЕС при организации Ставрос-Ламбрин-Днидис напомнил, что впервые страна, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, незаконно захватила атомную электростанцию. Возвращение ЗАЭС под полный контроль украинской власти является единственным решением, которое положит конец нынешним серьезным угрозам ядерной безопасности. Единственной первопричиной всех рисков для ядерной безопасности является неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины. Незаконный захват станции России значительно повышает риски для ядерной безопасности, что может привести к авариям с тяжелыми последствиями для Украины и за ее пределами. Последние атаки россиян на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию являются серьезным нарушением пяти принципов защиты станции. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссиевна. Он отметил, что атаки на ЗАЭС серьезно повышают риски для физической и ядерной безопасности на станции. Также рассказал, что удар по куполу шестого энергоблока АЭС не привел к серьезным повреждениям, но создал опасный прецедент. Реакторы работают на крайне низком уровне. Они не производят никакой энергии, электричества или мощности. А это означает, что температура ядра намного ниже. Поэтому в случае чего-то это может поставить под угрозу физическую целостность электростанции. Это зона боевых действий. В зоне боевых действий в любой день может случиться что-то очень и очень серьезное. Итак, у меня есть красная карточка, у меня есть желтая карточка. Они у меня на готове. Самое главное, чтобы они видели, что судья находится на поле. В Украине построят первый энергоблок по американской технологии. Это так называемый реактор IP1000, разработанный и изготовленный компанией из Соединенных Штатов. Сейчас в мире эксплуатируется всего шесть таких блоков в Соединенных Штатах и Китае. Построенный в Украине станет первым в Европе. Где появятся объекты и как он повлияет на энергетическую безопасность страны, смотрите далее. Первый кубометр бетона заливают на площадке, где планируют возвести с нуля новый энергоблок. Уже не с советским реактором, а с американским. Это первые энергоблоки в Украине, строящиеся по технологии IP1000 в Соединенных Штатах Америки. Это полностью их оборудование, полностью их топливо. Данный блок имеет самую надежную систему защиты, что в свою очередь ведет к увеличению безопасности его использования в дальнейшем. За подготовкой площадки на Хмельницкой атомной электростанции следят украинские и американские энергетики. Это общая инициатива двух стран. Соглашение по проекту подписали еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Теперь дальнейшее сотрудничество забетонировали. Таких энергоблоков еще нет в Европе. В настоящее время в мире их эксплуатируют только в Китае и Штатах. Проект АЭС разработала и изготовила американская компания Westinghouse. Ее руководитель отметил, что технология IP1000 одна из самых перспективных на планете. Мы уже ввели в эксплуатацию шесть атомных энергоблоков. В частности, с лета прошлого года один работает в штате Джорджия, другой готовится к запуску. Это абсолютно идентичные блоки-близнецы, которые планируем построить здесь, в Украине. В общей сложности с американскими реакторами в Украине запланировано построить девять энергоблоков. Первые два из них на Хмельницкой АЭС. По словам главы Энергоатома, это поможет существенно усилить украинскую энергетическую безопасность, а еще обновить атомную энергетику, чтобы полностью уйти от советских и российских технологий. Это абсолютно иная разработка. Это современная технология. Она более безопасная. Это новый шаг, что касается более современной, более безопасной и более надежной энергетики. Строительство новых атомных блоков начали во время войны, когда оккупанты бьют по объектам энергетики. Кроме того, сейчас уже почти все отечественные АЭС переведены на американское топливо, так как от российского отказались еще в начале полномасштабного вторжения. Это наш ответ террористам, это наш ответ захватчикам о том, что они никогда не лишат нас света, как бы ни пытались, как бы ни хотели. А новые технологии позволят нам выстоять. И сейчас мы говорим о том, что мощности, которые мы планируем построить на Хмельницкой атомной станции, позволят Украине сделать самое масштабное восстановление со времен Второй мировой войны. Событие посетила чрезвычайный полномочный посол США в Украине Бриджит Бринг. Я хочу отметить, что Америка вместе с вами. Народ Америки стоит с Украиной. Рядом с вами мы были, есть и будем. Будем делать все возможное и невозможное, чтобы народ Украины выстоял и победил в этой войне. Энергоатом еще в декабре прошлого года подписал соглашение о закупке оборудования для первого реактора по технологии IP1000. Стоимость строительства одного такого блока ориентировочно оценивают более чем в 5 миллиардов долларов. Сроки выполнения пока не называют. Все зависит от принятия Верховной Рады соответствующего законопроекта и от ситуации с обстрелами. Грузинские власти заявили о задержании 14 человек на акции протеста против принятия закона об инагентах. Им вменяет хулиганство и неповиновение полиции. Также сообщается об одном пострадавшем в ходе столкновений с правоохранителями. Напомним, 15 апреля в парламенте Грузии, несмотря на волну критики от западных партнеров и возмущения внутри страны, начали обсуждение противоречивого проекта о прозрачности иностранного влияния, который сравнивают с репрессивным российским законом об инагентах. Тем временем в Газдепе США заявили, что обеспокоены тем, что партия власти «Грузинская мечта» повторно пытается принять закон об инагентах. В Вашингтоне заявили, что принятие законопроекта нанесет вред общественным организациям и независимым СМИ. Также Соединенные Штаты и Канада ввели санкции в отношении Республики и Беларусь. Ограничения коснутся ряда физических и юридических лиц, причастных к поддержанию режима Александра Лукашенко. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США определило 12 юридических и 10 физических лиц. Среди них белорусские государственные предприятия, китайская компания, которая помогает режиму в Минске закупать оборудование в Соединенных Штатах и пять ее сотрудников. Кроме того, ведомство решило ввести санкции в отношении пяти юридических и пяти физических лиц, которые участвуют в глобальной сети торговли оружием и ведут бизнес с белорусской оборонной компанией. Во время наводнения в Оренбургской области погибли как минимум пять человек, пишут важные истории со ссылкой на родственников и волонтеров. Также журналистам известно о том, как минимум двух пропавших без вести. Тем временем в Тюменской области уровень воды в реке Ишим достиг критического уровня. Жители одноименного города призвали эвакуироваться из домов и вскоре они окажутся в зоне подтопления. Тем временем Россия рассматривает возможность передачи рану современных истребителей и средств противовоздушной обороны. Об этом со ссылкой на источники пишет Washington Post. Аналитики в статье констатируют, военное сотрудничество между Москвой и Тегераном вышло на новый уровень, что представляет угрозу для всего цивилизованного мира. Премьер-министр Польши и Дании обсудили идею создания так называемого железного купола над Европой. Так в случае войны многоуровневая система ПВО сможет защитить города от воздушных атак. Глава польского правительства Дональд Туск отметил, что теперь и Европа является зоной опасности. В Финляндии весной проведет учения с военнослужащими стран НАТО у границы с Россией. В них будут принимать участие около 20 тысяч военных, сообщили в пресс-службе сухопутных войск страны. Тренировки пройдут в период с 26 апреля по 14 мая под руководством бронетанковой бригады. В них будут принимать участие около 300 военных, союзники из Великобритании, Латвии и Эстонии. Кульминацией маневров станут международные боевые учения Северный лес 24, которые пройдут с 26 по 31 мая. Около 4,5 тысяч финнов, 2 тысяч американцев и 400 норвежцев примут участие в крупнейших внутренних маневрах в начале лета для сил обороны. Ну и далее детально расскажем о ситуации на Украинском фронте в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. На этих кадрах беспилотники украинских пограничников демонстрируют, что неплохо видят в темноте, а еще лучше уничтожают российскую технику и живую силу. Ночной штурм противника на Запорожском направлении отбит. Захватчики понесли потери и вынуждены были отступить. Сегодня мы говорим о том, что враг не ведет бои в Работино, он пытается зайти хотя бы на окраины тоже уничтоженного полностью населенного пункта, но закрепиться на этих позициях ему не удается. Всего за текущие сутки вдоль линии фронта произошло 50 боевых столкновений, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Российские оккупанты атаковали также на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Ореховском направлениях. Особенно активно захватчики наступают на Часов-Ярда, Неской области. Здесь они 12 раз пытались прорвать украинскую оборону, но успеха не имели. В результате постоянных российских обстрелов в городе не осталось уцелевших зданий. Ситуация очень сложная, она очень динамичная, и поэтому сегодня очень важно не поддаваться на какие информационные вбросы, которые, как всегда, сопровождают активные боевые действия Российской Федерации. О том, что они едва ли уже не владели там Часовым Яром, о том, что они сегодня уже ведут бои в населенном пункте работе, если мы говорим, еще об одном довольно-таки жарком направлении. В районе села Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра российские солдаты пять раз безуспешно атаковали украинский плацдарм. Противник во время штурмов вовсе перестал применять бронированную технику и бросает в бой лишь деморализованную пехоту. Они продолжают искать варианты проведения ротации для того, чтобы подтягивать на это направление новое подразделение, не осведомленное в ситуации. Ведь повторно применять в штурмах тех, кто оттуда чудом вернулся, они не могут. У них очень низкое морально-психологическое состояние у того контингента, который уже встретился с нашими и понял, чья земля на левобережье. Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного пресс-центра Оперативного командования ЮГ в эфире марафона «Едыни новины». Украинские разведчики показали кадры уничтожения российского ЗРК «Стрела-10» на фронте. За ленточкой тоже кипит работа. В Брянске силы разведки обесточили несколько военных и промышленных объектов России. А в Брянской области службе безопасности Украины удалось поразить радиолокационный комплекс дальнего действия «Небо-У», который контролировал воздушное пространство на 700 километров вглубь Украины. Общие потери армии Российской Федерации с 24 февраля 2022 года превысили 455 340 военных. За прошедшие сутки ликвидировано 920 российских оккупантов. Вместе с личным составом украинские защитники уничтожают и технику противника. В СУ подбили 9 российских танков, 13 бронемашин, 16 арт-систем, 11 беспилотников, оперативно-тактического уровня и одно средство ПВО. Благодаря украинским военным захватчики также не досчитались более 50 единиц автомобильной техники. В Украине создали корпус доминеров. В него войдут подразделения Министерства обороны и вооруженных сил Украины. Послал начальника главного управления противоминной деятельности Руслана Берегули. Тысяча групп разминирования уже выполняют задачи на деоккупированных территориях. Мы работаем с нашими иностранными партнерами, которые присоединились к коалиции по разминированию. Благодаря нашей совместной работе в ближайшее время следует ожидать предоставления нам материально-технической помощи. Мы доукомплектуем подразделения, входящие в корпус деминеров. Руслан Берегуля, начальник главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности на брифинге. Специальное медицинское оборудование, позволяющее спасти человеческие жизни после пожаров, появилось в прифронтовых медицинских учреждениях в Харьковской и Донецкой областях. В эти больницы часто доставляют людей, спасенных после российских обстрелов, с диагнозом отравления продуктами горения. Приборы, способные помочь в таких случаях, привез немецкий пожарный и волонтер Ниль Сталь. Последние два года он посвятил помощи Украине. Подробнее в материале Алена Грамовой. Ниль Сталь – пожарный волонтер из Нюрнберга. В Украине работает с начала полномасштабного российского вторжения. Вместе с украинскими спасателями эвакуировал людей из Херсона, тушил пожары после российских атак в Бахмутском районе и Купенске. Имея 15-летний опыт работы в спасательной деятельности, Нильс на своем примере хорошо знает, каковы последствия отравления организма продуктами горения. «Было очень много российских обстрелов. И во время одной из таких спасательных операций я очень сильно надышался дымом, и у меня было отравление углекислым газом». Сразу определить количество вредных веществ в крови пожарного украинские врачи не смогли за отсутствие специального оборудования. Спасатель несколько суток лежал в больнице на кислородном лечении, поэтому после выздоровления решил привезти в Украину такие приборы. За помощью обратился к международным гуманитарным организациям. Уже через пару месяцев Нильс вернулся в Украину со специальными мониторами концентрации карбоксигемоглобина. Теперь врачи могут диагностировать у пациентов сложность отравления угарным газом уже в первые минуты. «Вроде как всё хорошо для получения данных. Да, хороший сигнал, всё работает. У вас нормальные показатели». С прибором для определения вредных веществ работать просто, а его наличие поможет медикам спасать человеческие жизни. «У нас до этого не было такого аппарата». «Раньше у нас не было такого аппарата, а он нам необходим, потому что газ вытесняет кислород из эритроцитов для переноса гемоглобина, и тогда наши ткани, мозг, сердце, почки не получают кислород». «Если мы смогли вывести карбоксигемоглобин во время лечения, то всё будет хорошо. Если не смогли, и был большой объём поражения, то есть около 50%, то человек, скорее всего, умрёт». Благодаря международным партнёрам Нильсу удалось привезти пять таких приборов. Четыре из них достались клиникам при фронтовых населённых пунктах в Харьковской области и один в Донецкой. Спасатель говорит, впереди у него ещё много планов, и все они связаны с Украиной. «Это большая война. Россия наступает, и вижу много человеческих страданий, и думаю, что Украиной всё может не закончиться. Большая война, и очень важно что-то делать». В столице Дании вспыхнул масштабный пожар в здании Копенгагенской биржи Бёрсон, где хранятся произведения искусства. Спиральный шпиль на крыше – главное украшение строения. Оказался в эпицентре пожара и вскоре обвалился. В здании размещаются несколько офисов. Всех людей эвакуировали. Многие из присутствующих на месте забегали внутрь, чтобы вынести развешанное на стенах произведение искусства. Работа пожарных осложняла медная кровля, которая фактически удерживает жар внутри. Здание находилось в процессе реставрации, поэтому ещё одним препятствием в тушении пожара оказалась строительная древесина. «Это офисное здание, но это очень историческое здание, построенное в 1620-х годах, и внутри здания много старых ценных картин. Поэтому люди пытаются спасти всё, что осталось возможным. В той части здания, обращённой в другую сторону, пожар под контролем, и у нас там огромное количество людей, которые могут вынести ценные вещи. Старинные картины, старую мебель. Ущерб в этой части здания, обращённой к нам, серьёзный». «Я не могу объяснить. Это всего лишь здание, но оно так много значит для нас, жителей Копенгагена. На самом деле это был самый впечатляющий зал в Копенгагене, а может быть и в Дании. Деревянная отделка, золотые элементы вокруг и мелкие детали. И сегодня мы потеряли что-то большое. Весенние полевые работы в Днепропетровской области в самом разгаре. Невзирая на риски войны, техника работает во всех районах региона. Аграрии сеют зерновые и зернобобовые культуры. Говорят, необходимо обеспечить украинцев сельхозпродукцией. Поэтому уже засеяли около 100 тысяч гектаров полей. А посевной во время войны далее в сюжете. Александр готовится выйти в поле на тракторе. Сегодня у него по плану посев кукурузы. Только это и культура. Сельхозпредприятие, где работает мужчина, планирует засеять 100 гектаров. В нашей работе главное успеть вовремя. Мы видим сейчас температурный режим 27-30 градусов. Этот год оказался как никогда аномальным. Поэтому надо успеть в сроки, вовремя. Подсолнух аграрии уже засеяли. Говорят, из-за аномально теплой погоды сделали это на 10 дней раньше обычного. К самой же весенней посевной кампании фермеры подготовились в конце прошлого года. Продовольственная безопасность страны – это наше первоочередное задание. И мы не останавливались. Обеспечены мы сейчас и минеральными удобрениями, и техникой, айди с топливом на 100% и семенами. Чтобы вложиться в сроки, техника в полях сейчас работает с рассвета до заката. Фермеры говорят, надо успеть посеять зерно, пока в земле сохранилась влага. Нередко работать приходится в экстремальных условиях. 6 апреля в Криворожском районе во время полевых работ на боеприпасе подрывался трактор. А 15 апреля в Никополе при обстреле артиллерии россияне повредили комбайн. И это только часть подобных случаев. У нас техника точного земледелия. У нас, как тревоги включают, выбивает технику. Она останавливается. GPS-сигнал пропадает. Но мы выходим из ситуации, ждём, пока тревога заканчивается, и продолжаем работу дальше. Треть площади аграрии региона уже засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами. В этом году хотят занять около 300 тысяч гектаров вместе с техническими культурами. Площадь посевов составит более миллиона гектаров. В Греции состоялась церемония зажигания огня Олимпийских игр 2024 года. Мероприятие состоялось на одном из самых древних святилищ на полуострове Пелопонез. В течение 11 дней символ Олимпиады будет путешествовать по разным уголкам Греции. К мероприятию привлекут более 150 факелоносцев, и после эстафеты огонь прибудет во французский Марсель. Это случится 8 мая. Сами соревнования начнутся 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. В части в Олимпиаде примет 10,5 тысяч спортсменов. Они будут соревноваться в 48 дисциплинах. Все актуальные новости всегда доступны в телеграм-канале Freedom. Если вы ещё не подписаны на него, сканируйте код, который видите на экране, и переходите по ссылке, чтобы оставаться в курсе всего самого важного. Были важные новости сегодняшнего дня. Далее эфир продолжат мои коллеги Денис Пахила, Наталья Сопет. Оставайтесь с Freedom и увидимся завтра.